Шнайдер получает гол. ТБС в первую очередь в Парисе. Борьба. Один из самых жестких и конкурентных видов спорта, но есть человек, который доминирует в этой среде уже много лет. К 25 годам Абдул-Рашид Садулаев выиграл абсолютно все и заслужил имя сильнейшего борца современности. Сейчас танк не знает себе равных, но прежде чем взобраться на вершину, ему пришлось пройти большой путь. Сегодня мы расскажем, как обычный мальчик с дагестанского аула превратился в короля мировой борьбы. Абдул-Рашид родился и вырос на юге Дагестана в высокогорном селении Цуриб. С детства Садулаев отличался талантом и дисциплиной, благодаря чему быстро прогрессировал. Ежедневный подъем в 6 утра. Первая тренировка еще до начала уроков. Тропинка из горного села Цуриб вдоль ущелья. Под уклоном почти в 45 градусов он каждый день бегал несколько километров вверх, чтобы принять ледяной душ под водопадом и потом стрелой вниз. Абдул-Рашид, будучи младшим сыном в семье, по горской традиции работой не был обделен. Он колол дрова и занимался физической работой по дому. Ровно в 9 вечера от бой. После окончания школы Рашид переехал учиться и тренироваться в Махачкалу, где встретил своего будущего наставника Шамиля Амарова. У себя в селе Садулаев был лучшим, но теперь ему пришлось делить ковер с сильнейшими борцами республики. Дальше третьего круга он на соревнованиях пробиться не мог. К 15 годам Абдул-Рашид был обычным середняком, каких в Дагестане тысячи. Эта черная полоса тянулась уже третий год, и все дошло до того, что у Садулаева появилось настоящее отвращение к спортзалу. Он хотел оставить борьбу, но тренер и родня мотивировали подростка продолжить. Постепенно, через кровь и пот, Рашид преодолел этот кризис. К 18 годам он уже был первым номером в Дагестане и отправился на чемпионат России, где легко прошелся по сетке и в финале одолел действующего чемпиона Шамиля Кудия-Магомедова. Юный Садулаев стал настоящим открытием турнира и заслужил право представить сборную на первенстве мира 14-го года в Узбекистане. Абдул-Рашид приехал на мундиаль темной лошадкой и был заряжен заявить о себе. Он досрочно одолел всех соперников и ворвался в финал. Где встретился с трехкратным чемпионом панамериканского первенства Рейнерисом Салласом. Уже на первых секундах Садулаев провел эффектную мельницу и заработал 6 баллов. Кубинец пытался спровоцировать молодого оппонента, но дагестанский борец сохранил хладнокровие и через минуту завершил схватку. За этот год Рашид выиграл все крупные турниры и не проиграл ни единого матча. За доминирующую манеру борьбы отныне за ним закрепилось брутальное прозвище «Русский танк». Так Садулаев возглавил мировой рейтинг в категории до 86 килограммов и стал новой олимпийской надеждой сборной России. Но все только начиналось. Абдул-Рашид идеально завершил сезон, однако в суровом мире борьбы, где всегда идет жесткая конкуренция, каждый год все нужно доказывать заново. 2015 год Садулаев начал с первенства страны и в очередной раз не нашел себе равных. Подтвердив звание первого номера, он отправился на европейские игры в Баку. В схватке за золото Рашид встретился с молдавским борцом Петром Януловым. Садулаеву хватило всего полторы минуты, чтобы заработать 11 баллов. И пополнить свою коллекцию очередной золотой медалью. Абдул-Рашид сносил всех, однако эти турниры были лишь репетицией перед главным стартом года, чемпионатом мира в Лас-Вегасе. Теперь Садулаев приехал на первенство планеты в роли главного фаворита и все ведущие борцы готовились именно под него, но молодой король был намерен удержать свой трон. Танк в очередной раз катком проехался по соперникам, добравшись до финала с общим счетом 47-2. В матче за первое место он столкнулся с Селимом Яшаром, бывшим членом сборной России, который теперь выступал под флагом Турции. Садулаев грамотно переиграл опытного оппонента и вновь стал лучшим борцом средневесом мира. К 2016 году Рашид выиграл все, кроме самого главного трофея – олимпийской медали. Чемпион России, Европы, мира – это престижно, но ничто из этого не сравнится с Олимпиадой, где уже сотню лет определяются сильнейшие спортсмены планеты. В Рио-де-Жанейро Садулаев был самым молодым участником борцовского турнира, но всем уже было понятно, что этот юноша приехал только за золотом. На первой стадии Абдул-Рашид разгромил долговязого венгра Иствана Вереба. А в одной четвертой в сухую прошел крепкого венесуэльца Педро Сибалеса. В полуфинале он вышел на действующего олимпийского чемпиона Шарифа Шарифова, уроженца соседнего села Садулаева, который выступает за Азербайджан. Танк не оставил титулованному сопернику ни единого шанса. В золотом матче Абдул-Рашиду в очередной раз противостоял Селим Яшар, уроженец ингушейки и настоящее имя Калой Картоев, который жаждал реванша. На старте поединок проходил на равных, но затем танк перешел в наступление и уверенно довел схватку до победы. Садулаев покорил олимпийский пьедестал и превратился в звезду мировой борьбы. Он шел на серии 65 побед подряд и не проигрывал уже третий год. Его обрекли феноменом и стали пророчить великое будущее, а ему по-прежнему было всего 20 лет. Когда последняя медаль оказалась в коллекции, Рашид дал себе волю расслабиться. После Олимпийских игр он взял большой перерыв и совсем забросил тренировки. Шесть месяцев Садулаев не появлялся в зале и полностью растерял форму. Отпуск чемпиона мог продлиться даже дольше, но в дело вмешался личный тренер Шамиль Амаров, заставивший подопечного начать подготовку к новому сезону. К тому моменту Абдул Рашид выиграл все в родной весовой категории и принял решение подняться в дивизион до 97 килограммов. Садулаев с межсезонным весом 92 килограмма был явно малова для этой категории, но молодой борец желал новых вызовов и скоро он их получил. Семнадцатый год Рашид традиционно начал с чемпионата России. Он с легкостью прошелся по турнирной сетке, однако в финале его ожидал лучший полутяжеловец страны Владислав Байцаев. Уже на первой минуте Садулаев пропустил проход и отдал 4 балла, но позже собрался и отыгрался. За минуту до конца схватки танк закрепил преимущество в 3 очка. Однако осетинский борец сумел сократить счет до минимального. Последние секунды проходили в напряжении, где лишь с большим трудом Садулаеву удалось удержать цифры на табло. Рашид стал трехкратным чемпионом России, но только за финальный матч отдал больше баллов, чем за последние Олимпийские игры и чемпионат мира вместе взятые. Было видно, что Садулаев далеко не в оптимальной форме, однако свое право выступить на первенстве мира он заслужил. Чемпионат мира в Париже стал самым ожидаемым турниром за последние годы. Все благодаря потенциальному противостоянию между двумя самыми доминирующими борцами современности, Абдул-Рашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером. Могучий американец под прозвищем Снайдермен был также молод и несокрушим, имея на счету золото чемпионата мира в Лас-Вегасе и звание Олимпийского чемпиона Рио в категории до 97 килограммов. Абдул-Рашид дошел до финала, но теперь уже без явного доминирования. Когда наконец Садулаев и Снайдер оказались на одном ковре, сразу было заметно, насколько крупнее американец. Снайдер моментально попер вперед, но Садулаев встретил контратакой. В следующем эпизоде уже танк пошел на таран, однако Снайдермен вышел из момента победителем. Дальше бал удалось забрать Садулаеву. Но позже Снайдер отыграл сразу два. Перед вторым периодом счет был 3-3. После жесткой борьбы у границ ковра российский борец выиграл стейкдаун. Однако американский Голиаф продолжал отыгрываться. За 30 секунд до конца схватки Садулаев лидировал со счетом 5-4, но Снайдер был заряжен идти до самого конца. Когда прозвучал финальный свисток, Садулаев рухнул, а Снайдер победоносно вскинул руки вверх. Мир борьбы разделился на до и после. Танк проиграл. Рашид потерпел первое поражение в международной взрослой карьере, а сборная не выиграла ни одной золотой медали, показав худшее выступление в истории отечественной борьбы. После проваленного мундиаля Абдул-Рашид понял, что допустил три фундаментальные ошибки. Первое. Слишком долго отдыхал после Олимпиады. Второе. Очень резко сменил весовую категорию. Третье. Пытался забороть огромного Снайдера за счет физической силы. Теперь борец был как никогда мотивирован вернуться на вершину, но перед тем, как добраться до реванша, танку предстояло проделать много работы. Как только Садулаев вернулся из Парижа, он моментально окунулся в тренировочный процесс и решил временно спуститься в весовую категорию до 92 килограммов. Новый сезон Рашид начал с международного первенства Иван Ярыгин, где уверенно одолел всех соперников и завершил турнир с общим счетом 36-0. В Бонголии. Вернувшись на колею побед, он отправился на чемпионат Европы в Каспийске. За суммарные пять минут Садулаев финишировал троих оппонентов и добрался до главного матча. В финале Рашид в упорной схватке превзошел Шарифа Шарифова и на глазах родной публики стал трехкратным чемпионом. Настало время для чемпионата России. Теперь Садулаев готов. Он вновь поднимается в категорию до 97 килограммов, чтобы заполучить путевку на первенство планеты именно в этом олимпийском весе. Абдул Рашид уверенно добрался до финала, где в очередной раз встретился с Владиславом Байцаевым, который теперь носил звание чемпиона Европы. Борец из Осетии находился в отличной форме, но на этот раз Садулаев показал свой настоящий уровень. Самый ожидаемый матч века. Именно под таким названием Международная Федерация Борьбы освещала грядущий реванш между Садулаевым и Снайдером в Будапеште. Танк добрался до финала с общим счетом 45-3. А Снайдерман прорвался с показателем 32-5. С момента первой встречи оба не знали поражений на крупных соревнованиях, и двум лучшим вновь было суждено сразиться за корону самого престижного дивизиона. Снайдер, как прежде, пробовал навязать силовую борьбу, но теперь Садулаев избегал клинча и держался на дистанции. Кайл все пытался наложить свои каменные руки на шею соперника, однако именно в этот момент Абдул-Рашид его подловил. Борцы застыли в полупозиции, откуда танк изящным броском уложил американца на спину. Снайдер отчаянно пытался вырваться, но Садулаев в серии взрывных движений забрался наверх и прижал лопатки гиганта к ковру. Это было Туше. Один год Рашид шел к этому матчу, чтобы за одну минуту его завершить. Садулаев в эффектной манере отыграл свое единственное поражение и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе, а его золотая медаль помогла сборной подняться на первую строчку в общекомандном зачете и вернуть России лидирующую позицию в мировой борьбе. Абдул Рашид добился чего желал, но останавливаться на этом не собирался. Следующий сезон он начал с поездки на чемпионат континента в Бухаресте. Садулаев никого не заметил на пути к финалу. А в золотом матче взял верх над перспективным белорусским борцом Александром Гуштыным. Дальше Рашид отправился на европейские игры в Минске. Все 15 борцов готовились именно под танка, но в очередной раз никому не удалось устоять перед ним. За весь турнир Садулаев не отдал ни единого балла и вновь забрался на высшую ступень пьедестала. Пришло время для чемпионата мира, который на этот раз проходил в Нур-Султане. Весь мир борьбы предвосхищал третье столкновение Садулаева и Снайдера. Однако танк добрался до финала, а вот Снайдерман нет. Его остановил в полуфинале Шариф Шарифов. В результате Абдул-Рашид вновь встретился со своим земляком. Шарифов уже в третий раз пытался остановить танк, но вновь потерпел фиаско. Садулаев подтвердил титул чемпиона мира. Наступил 2020 год. Год Олимпийских игр в Токио. Но из-за пандемии соревнования перенесли ровно на 12 месяцев. За это время Абдул-Рашид выиграл чемпионат России. А после покорил первенство Европы в Риме. И не оставил никому шансов на Кубке мира в Белграде. Рашид подходил к Олимпиаде на серии с 50 побед подряд и находился в великолепной форме, однако перед турниром он серьезно травмировал колено. С этим повреждением Садулаев был не в состоянии выполнять даже самые базовые проходы, однако о пропуске игр не могло быть и речи. Как только Рашид вышел на Олимпийский ковер, было видно, что ему сложно бороться в полную силу, но это никак не влияло на его волю к победе. На первом этапе Садулаев одолел все того же Шарифа Шарифова. А в одной четвертой досрочно прошел грузинского борца Илиаза Адикадзе. В полуфинале он вышел на старого знакомого Рейнериса Саласа и на этот раз превзошел кубинца со счетом 4-0. Перед стартом Олимпиады весь мир борьбы по-прежнему ожидал третий поединок между Садулаевым и Снайдером. Уже третий год их пути никак не пересекались, но наконец все звезды сошлись. Трилогия «Танк против Снайдермана», а на кону высшая награда в мировом спорте – золотая медаль Олимпийских игр. Снайдер – это был крупнейший матч в современной истории борьбы. Снайдер сразу пошел в жесткий прессинг, но никакой паники со стороны Садулаева. А следом выталкивает американца за ковер. На старте второго периода Снайдерман идет в проход, но Садулаев контратакует и забирает два балла. Раздосадованный американец бросается отыгрываться, однако вновь попадается на обратный пояс. Счет движется к разгромному, но Снайдер не из тех, кто сдается. Он продолжает атаковать и набирает три очка подряд. За 30 секунд до окончания схватки счет 6-3 и Снайдер идет на последний штурм. Но Садулаев держится до самого конца. В самом важном матче в своей карьере Абдул-Рашид побеждает принципиального соперника и становится новым олимпийским чемпионом весовой категории до 97 килограммов. Сложно представить, но из-за травмы за весь турнир он не сделал ни одного прохода в ноги, однако в очередной раз доказал, что равных ему нет. За эту победу и прошлые заслуги Садулаев был назначен знаменосцем всей сборной России на закрытии игр, став первым борцом за последние 25 лет, кто удостоился права нести флаг олимпийской команды. Абдул-Рашид завоевал свое очередное олимпийское золото, но расслабляться как прежде теперь он не собирался. Уже спустя два месяца после Олимпиады в Токио в Осло был назначен чемпионат мира. Садулаев стал единственным из всей олимпийской сборной, кто спустя такой короткий промежуток времени вызвался поехать на первенство планеты в Норвегию. Рашид на одном дыхании добрался до финала, где его поджидал никто иной, как Кайл Снайдер. Первые минуты схватки прошли в разведке, но затем борцы включились. Садулаев получает балл за активность, а Снайдерман никак не может нащупать брешь в броне танка. Во втором периоде российский борец забирает очередной балл за прессинг, а потом моментально проходит в корпус и делает коронный накат. Снайдер пытается что-то придумать, но все безуспешно. Садулаев побеждает со счетом 6-0 и сохраняет звание чемпиона мира. Сегодня Абдул-Рашиду Садулаеву 25 лет, а он уже двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. За 7 лет в большом спорте танк одержал свыше 100 побед и потерпел лишь одно официальное поражение, которое полностью реваншировал. Сейчас Садулаев крупнейшая звезда борьбы и лучший борец последнего десятилетия. Он уже застолбил себе место в когорте великих, но впереди у него еще долгие годы борьбы, которые и определят его реальное место в истории мирового спорта. Тем более есть к чему стремиться. Если вам понравился ролик и вы хотите увидеть и услышать истории о других выдающихся борцах, не забудьте поставить лайк и подписаться, а главное будьте здоровы и помните, настала эра! Субтитры создавал DimaTorzok